Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами выучим маленькую ночную сиренаду. Буду рассказывать очень просто, поэтому даже если вы начинающий музыкант, вы все равно сможете ее выучить. Будем использовать название нот А, Б, Ц, Д, Е. Не будем использовать ноты, как они, знаете, вот так вот. Я буду вам рассказывать все на пальцах и все показывать. Поэтому у вас после просмотра этого видео точно все получится. Вот такая маленькая песня. Значит, с чего мы начнем? А называть мы нотой будем с вами А, Б, Ц, Д, Е. Значит, нотка А. Вот у нас все подписано, поэтому вам будет намного проще. Кстати, как запомнить алфавит? Вспоминаем и начинаем отсчет. Только не от С, как до, ра, ми, фа, соль, аси, до, а от нотки А. А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г. Ну или Г. Я буду называть нотку Г. Значит, так. Начинаем с того, что в этой песне у нас три раздела. Три раздела. Все очень просто. Первый раздел. Значит, смотрите. Буду показывать вам правую руку, потому что она повторяется. Левая дублирует. То есть мы учим правую руку и то же самое повторяем левой рукой. Значит, так. Начинаем вот с этой нотки. Вот, послушайте. У нас есть много ноток Г, но нам нужна именно вот эта вот такая. Она более писклявая. Если вы сядете посередине. Вот я сижу посередине. Вот это моя серединка. Тут еще написано Кавай. Название фортепиано. Если вы разделите, то где-то примерно вот эта у нас будет середина. Мы нажимаем нотку Г, которая вот здесь. И пробуем. Значит, так. Послушайте ритм. Вот такими нотами. Давайте попробуем еще раз это сделать. И вот послушайте, как я буду играть на стаккаде, то есть отрывисто. Вау, да? Теперь давайте эти же самые ноты сыграем еще и левой рукой. Супер! Получилось! Следующая маленькая часть. Играем правой рукой. Вот мы остановились на этих нотках. Теперь нажимаем на тут С, А, С. И мы двигаемся с вами как бы по вот этим вот ноткам. Вот вы можете запомнить вот эти вот четыре ноты, и мы просто их перебираем. Да. По аналогии, и тоже первая у нас была там, да, вот первая, потом вторая. Вы можете прямо сразу же пальчики поставить на эти четыре нотки, и потом их просто перебирать. Ну что, пробуем, добавим, вот, продублируем в левой руке эти ноты, и просто их разыгрываем двумя руками. Первая часть у нас получилась. Давайте я попробую сыграть всю вот эту вот как бы часть, попробую в быстром темпе. Если у вас не получается, ставьте пока на паузу и потренируйте эту часть. Ес, первая часть ей. Дальше. Следующая часть у нас соединяет мелодию и аккорды. В правой руке у нас будет такая мелодия. Начинаем снова с нотки Г. И она снова повторяется. Только с маленьким изменением. Значит, еще раз. Давайте попробуем ее еще медленнее сыграть. И повторяем. Только в конце немножко изменения. Что у нас происходит в левой руке? Значит, левая рука нажимает аккорд. Аккорд это три или более нот, которые нажимаются одновременно. Значит, в левой руке мы берем так вот. Дальше. Вот такая вот кляксочка. И потом снова эти аккорды повторяются. Интересно то, что, когда мы играем, сейчас соединяем две руки вместе. Правая рука. Вот посмотрите. В левой руке Г, Х, Д. А правая рука играет Г, Б, Д. И правая рука играет Г, Б. Как бы вот эти вот нотки, только вверху. Дальше. И повторяем. Та-ра-та. Вот. Такая маленькая часть. Так. Нужно разобраться. Вот посмотрите. Можете сделать скриншот. Либо поставить на паузу и просто поработать над вот этими вот нотками, моментами. Мы идем с вами дальше. Вот мы сыграли. Та-та-ра-та. Дальше. Такое немножечко неприятное место. Г. Давайте посмотрим отдельно правой рукой. Значит так. Так мы играем там-пам-па-ра-ра-ра-рам-пам. Дальше. То есть как бы играем вниз. Та-ра-та-ра-там-пам. От нотки Г. Теперь от нотки Б. Та-ра-та-ра-рам-пам. И от нотки Д. Да? Та-ра-та-ра-та-ам. Только последний раз не два раза нажимаем, а один раз. Лайфхак. Смотрите. Мы двигаемся по этим же ноткам, как было и в начале. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та. Снова вот эти вот. Та-ра-та-ра-та-та. Теперь от нотки Б. Та-ра-та-ра-та-та. И потом от нотки Д. Та-ра-та-ра-та-та. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Что делает у нас левая рука? Значит, она двигается так. Как бы повторяет, но без последней нотки. То есть до-ра-дом-до, по-ра-рам, и без этой последней нотки. Соединяем две руки вместе. Вау! Да? Получилось! Получилось! Давайте попробуем теперь вот эту вот всю вторую часть объединить. Очень люблю классику из-за того, что она повторяется. И последняя часть у нас остается. Эта последняя часть, в свою очередь, состоит из двух повторяющихся частей. Поэтому мы сейчас выучим с вами первую часть, и потом ее повторим. Значит, смотрим правую руку. Да, мы спускаемся, получается, снова. И снова мы проходим по нашему соль-мажору. Снова возле вот этих вот ноток мы крутимся. Нет, мы называем Д, С, С, Ц, Б, 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 А, А, Г, Та-ра-дам, пам-пам. Что делает левая рука? Левая рука нажимает Д, И потом снова Г, Д. Тоже очень простая. Давайте соединим две руки вместе. Если вы хотите добавить лоска вашей музыке, попробуйте представить, как будто бы это поклон. Та-ра-та-та, та-ра-та-та, та-ра-та-та-та-ра, вот чтобы оно звучало так. Да, какой-то такой аристократизм. Значит, выучили, и теперь эта же часть снова повторяется второй раз, но концовочка немножечко меняется. Давайте посмотрим повторение. Вот только этот последний такт изменяется. Ну что, очень просто. Я думаю, что если вы даже не разбираетесь вот в этих нотах, то при помощи вот моих вот этих вот надписей, которые я буду делать очень старательно и тщательно, у вас все получится. Поэтому так, пишите, как вам такой формат, формат видеоуроков, делать мне так, либо наоборот, лучше брать нотки и вот все по ноткам расписывать. Но если вы хотите все-таки уметь и так играть по буквам и по нотам и научиться читать ноты, то записывайтесь ко мне на уроки, и мы будем с вами постигать азы музыкальной теории и музыкального фортепиана. Если вам нужны какие-то упражнения для начинающих, я оставлю ссылочки на хорошие упражнения, чтобы ваши пальчики, так сказать, не чувствовали себя деревянными на фортепиано. Ну что, переходим тогда к следующим урокам. Я буду дальше записывать. Вы можете продолжать учить Моцарта, либо смотреть другие видео. До встречи! Моцарта